В четверг в Австралии будет представлен отчет по уровню безработицы за апрель. Ожидается, что экономика страны создала 20 300 новых рабочих мест. Аналитики прогнозируют, что безработица осталась на прежнем уровне 5,5%. В марте показатель числа занятых не оправдал ожидания экономистов, увеличившись на 4900 человек, против прогнозов – 20 000. Предыдущее значение также было пересмотрено в сторону снижения – до минус 6 300 человек. В то же время уровень безработицы составил 5,5% в соответствии с прогнозами. Между тем доля рабочей силы в общей численности экономически активного населения составила 65,5% против 65,6%, в то время как аналитики ожидали 65,7%. В пятницу в Японии выйдет отчет по инфляции за апрель. Эксперты считают, что потребительские цены выросли на 0,7% по сравнению с мартом 2017 года. Напомним, что в марте индекс потребительских цен в стране восходящего солнца вырос на 1,1% в годовом выражении. В то же время потребительские цены без учета цен на продукты питания повысились на 0,9% в марте по сравнению с прошлым годом, против роста на 1% в феврале. Данные в целом совпали с прогнозами аналитиков. По мнению экономистов, инфляция находится пока далеко от целевого уровня в 2%, установленного Банком Японии. Также эксперты считают, что инфляция без учета цен на продовольствие превысит 1% в ближайшие месяцы. В пятницу в Канаде будет опубликована статистика по инфляции. Согласно аналитическим прогнозам, цены вырастут на 0,3% в месячном выражении, а годовой показатель инфляции прогнозируется на уровне 2,3%. В марте годовой уровень инфляции в Канаде вырос до 2,3% по сравнению с 2,2% в феврале. Это максимальный уровень за более чем три года. Банк Канады целевым уровнем инфляции, для которого является 2%, повышал процентные ставки трижды с июля 2017 года на фоне улучшающейся экономической ситуации и безработицы вблизи рекордно низкого уровня. Рынки оценивают вероятность следующего повышения ставок в июле этого года в 80%. Главным фактором роста годовой инфляции в марте был скачок цен на бензин на 17,1%. В дополнение к вышеуказанным событиям, следующая макроэкономическая статистика может повлиять на движение цен на валютном рынке в конце недели. В четверг США опубликуют еженедельный отчет по числу заявок на пособия по безработице и данные о производственной активности в Филадельфии. В пятницу Канада завершит неделю публикации данных по розничным продажам. Это был экономический календарь, подготовленный для вас командой Инста-ТВ. Всего вам доброго и удачной торговли. До свидания.